Ночью 2 марта на электроподстанции Калининская в российском Екатеринбурге произошел взрыв. Эта электроподстанция обслуживала три военных предприятия. Машиностроительный завод имени Калинина, Турбомоторный и Уралмаш, пишут российские СМИ. Изначально власти РФ назвали причиной взрыва короткое замыкание и последующее повреждение трансформатора. Однако на месте происшествия нашли следы взрывчатых веществ. Предварительно было заложено самодельное взрывное устройство. Сейчас силовики уясняют, кто принес взрывчатку на территорию завода. Что касается пострадавших, их якобы нет. А в Санкт-Петербурге российское ПВО приземлило неизвестный беспилотник на жилой дом. Как сообщает РосСМИ, целью этого летательного аппарата была немногоэтажка. Российские пропагандисты заявили, что возможной целью неизвестного беспилотника могла быть местная нефтебаза Ручьи. Этот инфраструктурный объект расположен на расстоянии менее чем один километр от места попадания в дом. По словам россиян, на самом предприятии установлены глушилки. Поэтому вполне возможно, что российские захватчики в порыве защитить нефтебазу могли применить свою противовоздушную оборону или систему радиоэлектронной борьбы, чтобы отразить атаку. Тем временем Россия продолжает атаковать мирные города Украины. Целью очередной атаки врага стала Одесса. Из-за дронового удара разрушена часть жилой многоэтажки. 18 квартир уничтожены и по предварительным данным еще 7 повреждены. На место происшествия приехал генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Вот что он сказал. Это не просто обстрелы. Это политика, направленная на террор и уничтожение украинцев. Костин добавил. Этот дом не находится рядом с военным объектом или объектом двойного назначения. Это здание находится в зоне плотной застройки. Как сообщила государственная служба, о чрезвычайных ситуациях погибли 4 человека. Из них один ребенок. Пострадали 8, из которых один ребенок. Спасены 5 человек. Поисковые работы продолжаются. За человеческих потерь 3 марта в городе объявлен траур. Однако не все российские снаряды долетают у жилых многоэтажек, учебных заведений, больниц или ТЭЦ. Некоторые предпочитают остаться дома в России. Так произошло 2 марта запущенной оккупантами противокорабельной ракетой Х-35. Она упала в поле возле станицы Новощербиновской в Краснодарском крае. Об этом сообщает мониторинговый канал монитор, отслеживающий российские атаки. Х-35 могут бить на расстоянии до 250 километров. Пропагандистские ресурсы Кремля называют причиной падения неисправность ракеты.